В этом зале хочу рассказать об одном предмете. Это скульптура. Она не такого большого размера, высота всего полметра. В этой витрине, если сейчас не очень хорошо будет видно, после рассказа можно будет подойти внимательно и рассмотреть ее. Значит, скульптура с изображением Льва Толстого и Христа. Скульптура была сделана в 1909 году. Автор ее скульптор Пьетро Кюферле. Сама скульптура является отражением на события, которые потрясли все русское общество в самом начале XX века. Лев Николаевич Толстой, который уже к 1870 годам считался однозначно величайшим, крупнейшим писателем, лидером всей русской литературы, во второй половине 1870-х годов переживает сложный внутренний кризис духовный и с конца 70-х годов меняется резко его мировоззрение и с этого времени он начинает много времени, много внимания уделять религиозным проблемам и публикует, пишет большое количество религиозных философских произведений. Собственно, это была даже не просто какая-то отвлеченная философия, а для Толстого это был переворот всего его мировоззрения, всей его жизни и он в этих статьях, в этих книгах, в этих публикациях просто излагал свое видение мироустройства всей жизни человека. Ну, эти книги, которые он писал, статьи, которые он писал, издавать их было тяжело, цензура их не пропускала, взгляды Толстого были достаточно радикальными и поэтому долгое время печать этих произведений производилась только в Европе, вот, они так или иначе попадали в Россию и постепенно учения, взгляды Толстого становятся широко известны и так как личность была, ну, уже в конце 19 века невероятного масштаба, это просто действительно была глыба, да, то его взгляды, они были известны и, ну, вносили такой определенный, да, определенный момент в жизни всего российского общества. Ну, и в 1901 году Русская Православная Церковь в лице тогда правительствующего Синода, да, руководящего орган издала постановление о том, что Лев Николаевич Толстой сам себя отделил от Русской Православной Церкви. Постановление вышло в феврале 1901 года, как таковое это постановление было не анафема, да, его не проклинали, а Церковь как бы констатировала, да, что Лев Николаевич Толстой вышел за пределы православного учения, за пределы Церкви. На том, да, мы вам, об этом мы вас всех и информируем. Ну, и повторяю, личность Толстого уже это время, она была настолько глобальная и масштабная, что вот все эти события, они вызвали отклик, ну, будет не преувеличение сказать, во всем русском народе, да, ну, в первую очередь, конечно, в образованных, высших классах, но и в простом народе, да, они тоже звучали, да, отголоски этого события. Ну, и, собственно, все на этом, да, до конца жизни Лев Николаевич Толстой не меняет своих взглядов, вот то мировоззрение, то видение мира, жизни человека, оно было его ключевым, внутренним, да, и ничего изменить он уже не мог, не собирался, и он в 1910 году умирает, да, полностью оставаясь приверженцем своих взглядов, религиозно-философских взглядов. События действительно были, можно сказать, скандальными, и нашли отклик, отклик в многочисленных публикациях, статьях, дискуссиях, которые развернулись вокруг самого Толстого, его взглядов и отмучения от церкви. Ну, и одним из таких, наверное, откликов, ярких откликов, стала вот эта небольшая скульптура. Значит, сделана она была в 1908 году, но наш экземпляр, отливка бронзовая, она 1909 года, эта дата написана прямо на основании, на цоколе самой скульптуры. Значит, автором скульптуры стал Пьетро Кюферле. Это скульптор, он итальянско-австрийского происхождения. Мать была итальянка, отец был австриец. Отец был сначала военнослужащий, но потом уже ушел на пенсию, как говорится. Жили они в Италии, и сам Пьетро Кюферле, он уроженец Италии, итальянский язык его родной, он католик по конфессиональной принадлежности, и молодость, свою юность провел он в Вероне. Родился он в 1871 году. Он работал в Италии, получил образование художественное, далее еще работал и в Вене, и в Праге. А в 1899 году он приезжает в Петербург. И далее он здесь живет в течение 18 лет. Вот в течение этих 18 лет он приобрел в себе достаточно такую известность, популярность, можно даже сказать, сделал имя. И в 17-м году он покинул Россию, когда начались революционные вот эти все события. Значит, он приехал в 1899 году. Жил он в Петербурге, здесь у нас, в городе, сменил он несколько адресов. За 18 лет он одно время жил на нынешней улице Маяковского, тогда Надеждинская. Потом переехали они на улицу Литейную, сегодня Литейный проспект, в доме 15 они там жили. Здесь же, в Петербурге, скульптор Кюферле женился на литовке Анна Балдайте, девушка. В 1903 году у них сын родился, Ринальда. Здесь он получал первое образование, детское, начальное, юношеское. И сам Кюферле сразу по прибытии сюда, в Петербург, в Россию, он, собственно, включился в активную художественную российскую жизнь. Уже сразу по приезду в 1899 году он создает, например, портретный юст Пушкина. И впоследствии он нередко обращался к историческим портретам. Делал, например, портрет Петра Первого бюст, делал портрет Суворова. Сделал два портрета бюсты Александра Второго, современник, по сути. Один бронзовый, другой мраморный. Кюферле много делал салонной скульптуры. Модная, популярная, небольшого размера. Заказывали, продавал. Самые разные сюжеты. Обычная салонная скульптура. И вот эта скульптура 1908, как я уже сказал, года, это был именно отклик на события вокруг Льва Толстого. Сам Кюферле, нельзя сказать, что он как-то, может быть, разделял взгляды Толстого. Нет, он был вполне себе католик, такой не акадокс, но тем не менее, такой традиционного типа человек. Но это были именно его отклики на важные общественные события. И Кюферле, живя здесь в Петербурге и в России, часто очень реагировал на всякие разного рода события, откликался и делал такие произведения на злобу дня. Отклик на современные события. Ну, вот я могу вам показать, допустим, его варианты работ. Не знаю, насколько качество хорошее, но примерно можно составить себе представление. Вот эта скульптура, например, 1907 года. Небольшая тоже статуэтка, называется она «Агитатор». Это отклик на события первой русской революции, 5-й и 7-й год. Да, вот, пожалуйста. Но при этом, повторяю, он не был каких-то левых взглядов, нет. И в случае с Толстым, в случае с революцией, это было не то, что он что-то там хотел. Нет, это были именно такие вот, на злобу дня. Вот, например, скульптура, сделанная сразу же в первые ежедни Первой мировой войны, 1914 год. Это фотография из газеты того времени, да. Скульптура получила название «Мой дух всегда с тобой». Здесь изображен Петр Первый, ну, точнее, дух Петра Первого, который своим мечом защищает Россию. Грянула война Первая мировая, и вот дух Петра встал на защиту Родины. То есть такая вот, да, как сказали, патриотическая вещичка, да. Кюшерлия... Это рожденство российской мировой? Нет, он вот так и оставался итальянцем. Вот, значит, вот такие вещи, да. У него были еще, верно, поддельнические произведения. Например, известнейший памятник в Москве Александру Третьему. Знаменитейшая скульптура. Часто всего ее нам иллюстрируют, когда разрушали ее, да, после революции. Как падение самодержавия, огромная гигантская фигура Александра Третьего, да, и так далее. Вот эта скульптура была сделана в 1912 году, и Кюшерлия выступил автором огромных орлов у пьедестала. Сначала эти орлы были заказаны другому скульптору, известному скульптору-анималисту животных, да, Лепил, Обер. Обер, известный скульптор, да, у нас Артемий Обер в русском музее есть, там всевозможные животные его, да. Но автор монумента, архитектор померанцев, предъявлял огромные требования, был очень капризный, и требовал от Обера переделывать орлов. Все не нравилось ему, постановка фигуры, что-то там. И у Обера лопнули нервы, он отказался выполнять заказ, и заказ передали как раз в Кюшерле. Ну, по дружбе, можно сказать, да, отливал памятник тоже итальянец, Робекки. И этот Робекки, он был как раз давно и близко знаком с Кюшерле. И когда Обер отказался от заказа, то литейщик быстренько договорился и предложил услуги как раз в Кюшерле. И Кюшерле выполнил все, как и хотел автор памятника. Отлил огромных орлов, размах крыльев этих орлов был 4 метра. Вот такие 4 орла. Ну, все это не сохранилось, понятно, да, все это вскоре было уничтожено. Ну, и наиболее, может быть, нам известен Кюшерле, ну, многим известен Кюшерле, даже не зная, да, автора или фамилию этого человека, по своему надгробию. Он делал много надгробий, причем на самых разных кладбищах Петербурга. Это было и Волковское кладбище, да, это было и кладбище при Александровневской лавре, и кладбище Новодевичьего монастыря, и католическое кладбище сегодня полностью уничтожено. Тоже, наверное, на Выборгской стороне. И даже красненькое кладбище Вафтово тоже там работал над надгробиями. Ну, и самое, повторяю, известное его произведение, даже, может быть, те, кто не знали ни разу его имя, не слышали, это знаменитое надгробие, которое сегодня вдруг стало в православной среде, да, очень-очень почитаемым объектом. Значит, вот так выглядело это надгробие, точнее говоря, это два надгробия. Сначала Кюсерлей сделал надгробие в 1914 году для чиновника, крупный чиновник по фамилии Отрыганьев. Вот это надгробие стояло на Никольском кладбище Александровневской лавры. Через год, в 1915 году, генерал Вершинин заказал полную копию повторения этого надгробия для могилы своей жены на Новодевичьем кладбище. Собственно, вот это оно. Видите, да, абсолютно, да, скопировал, повторил, без проблем, да, авторское повторение. Все. Ну, вот эта скульптура, это надгробие до нас не дошли, в советское время они были уничтожены, но дошла как раз скульптура надгробия на Новодевичьем кладбище. Сама генеральша Вершинина, она ничем не отмечена в истории, да, вот, генерал Вершинин участвовал в русско-турецкой войне, вот, сам он донского происхождения, из донских казаков, но, то, что называется, старшина, да, казачья, богатые, видные люди, и жена его, Анна Акимовна, тоже из такого же происхождения, вот, у них было двое детей, и она в 56 лет здесь, в Петербурге, умерла. Вот, было заказано такое надгробие, сам генерал пережил свою супругу, и после революции он умигрировал, и в 1922 году умер в Болгарии, вот, значит, о дочери их ничего не известно, сын остался в России, был какое-то время в ссылке в Сибири, в Средней Азии, но неважно. Осталось главное, что надгробие, и вот это надгробие уцелело, и, повторяю, сегодня оно стало очень известно в православной среде. Вот такое необычное изображение Христа, статуя привлекла внимание, и в наши дни стали ее воспринимать как икону. Как икону, к ней буквально ходят, зажигают перед ней свечи, все это обращается, естественно, не к Анне Акимовне, которая лежит под этим камнем, да, вершине на генеральше, а именно к статуе, как к иконе Христа. И сегодня там даже вот здесь, такая на кладбище, да, такое место, почитаемое очень. Так что, такая скульптура, да, повторяю, она сегодня в городе является такой достопримечательностью православной. Значит, Кюшерле в 17-м году вместе со всей семьей уезжают, уезжают они в Италию, и сам скульптор умер в 1942 году. Вернувшись в Италию, он еще продолжал работать, даже еще несколько памятников сделал. Сын Ринальди, этого скульптора, он стал очень известным литературоведом. Он хорошо знал русский язык, здесь прошло его детство в Петербурге, и впоследствии, в межвоенный период, он стал крупнейшим итальянским литературоведом, изучавшим как раз русскую эмигрантскую литературу. Сам Ринальди много переводил русских писателей, в первую очередь эмигрантов, много с ними контактировал, общался, был близким другом Бунина, часто гостил у Бунина, состоял переписки со многими писателями эмигрантскими. Писал собственные книги, в том числе мемуары, воспоминания и художественную литературу тоже. Вот что касаемо семьи Кюферле, автора этого произведения. Но повторяю, это по сути не были его особые взгляды, это была реакция, естественная реакция на происходившие вокруг события. Само постановление Синода о том, что Лев Толстой откололся от церкви, датируется 1901 годом. Но шлейф вот этого скандала, он тянулся и дальше, и дальше, и вплоть до самой смерти Лева Толстого. Писали, дискутировали, обсуждали его взгляды. Понятно, что начало 20 века, Серебряный век наш, это деятели культуры, деятели искусства, которые придерживались самых разных взглядов. Тут уже никого не удивишь, атеизмом, богоискательством, чем угодно. Но масштаб фигуры Толстого был настолько глобален, для того времени это уже была глыба. Мировая. Да, мировая. И слова Ленина, они все равно уместны, как никогда. Это зеркало русской революции. То есть Лев Толстой отражал все, что в это время творилось в обществе. Любые боли, любые какие-то проблемы, он все это выносил. И громко об этом говорил. И его мировоззрение, оно, конечно, произвело сильное на всех впечатление. Что сделал Толстой, собственно? Толстой пересмотрел все учения христианства. Он пересмотрел личность Христа. Для Толстого Христос это величайший учитель человечества. Христос не отрицал веру в Бога. Бог для него был не личность, да, а нечто вроде как мирового духа. Мировой дух, мировая любовь, мировая душа, мировой разум. Этот разум находит отражение в каждом из людей. И для Толстого вот это была главная центральная мысль всей его религиозной философии. Да, не рабы Божьи люди, а сыновья Божьи. Не раб Божий, а сын Божий. И вот главный центральный персонаж в всем вот этом, вот его взгляде на историю, это был, конечно, Христос. Человек, учитель, который лучше всего, ярче всего, да, выразил вот эту мысль, это учение. Это был человек, да, и Толстой, собственно, писал произведение, пытаясь полностью переработать все, вот, все учения христианства. Он написал отдельную книгу, по сути, критика догматического богословия, да, отдельное его произведение было. И он специально выучил и древнегреческий, и еврейский язык, для того, чтобы, собственно, ручно, лично, самому работать с оригинальными текстами Библии. И он переводит новый завет, да, новый его собственный перевод с комментариями и собственным изложением. Собственно, они у Четверых Евангелий. Да, да, он соединил, там оно обычно издается, как там, да, перевод из соединения Четырех Евангелий, да, вот. Значит, Ветхий Завет, он не считал Бога вдохновенной книгой, он считал, что, да, любопытные, интересные еврейские рассказы, но для понимания, что такое человек, в чем наша суть жизни, да, Ветхий Завет нам ничего не дает, да, бесконечные рассказы, истории, масса всего. И вот Христос, да, приходит и дает нам вот это понимание, что есть человек, да, все. Вот он работал и переводил, повторяю, комментировал сам лично, да, вот весь этот объем Нового Завета. Значит, скульптуры у Кюферле, как правило, носят какие-нибудь оригинальные названия. Эти названия Кюферле писал прямо на федестале. Эта скульптура не исключение. Прямо на цоколе у нее есть надпись, как она называется с точки зрения самого Кюферле. Скульптура эта носит имя, название. Ты меня понял. Вот эти слова предполагаются, говорит Христос Льву Толстому. Да, Толстой полностью по-новому взглянул на Христа, и вот Христос ему говорит, да, да, именно так, ты меня понял. Все-таки есть. Ну и вещь тоже получилась достаточно скандальная. Кюферле пытался выставлять ее на выставках, но цензура не пропускала. До наших дней дошло несколько отливок этой скульптуры. Первую скульптуру 1908 года, гипсовую, он подарил Черткову. Это ближайший сподвижник Владимир Чертков, ближайший сподвижник Льва Толстого. Его спутник, его соратник, его деятель, да, сотрудник, ближайший единомышленник. И издатель, да, за границей, вот как раз создавал книги в Лондоне. И Черткову как раз подарил гипсовую, вот эту вот оригинальную скульптуру. И сегодня она находится в Пушкинском доме. Вот. Также мы знаем еще, до нас дошли отливки. Одна отливка есть гипсовая в Москве, в Пушкинском музее, да, музее Льва Толстого. Пушкинская, музей Льва Толстого. Значит, и в нашем музее две, две отливки, две скульптуры. Одна гипсовая, вторая бронзовая. Значит, гипсовая к нам попала, она не на экспозиции, она в фондах. Гипсовая к нам попала в 30-х годах, в 38-м году, из Эрмитажа. Но имеется в виду, это не просто Эрмитаж, как музей, да, а склад Эрмитажа. Когда в 20-е, 30-е проходила массовая национализация, да, вещи, ценности художественные свозили на огромный склад при Эрмитаже, и Эрмитаж получал, как бы, преимущественное право отбирать предметы. Все, что ему затем уже было не надо Эрмитажу, давали уже всем остальным. И поэтому, когда эти предметы со склада поступали, их, как правило, в книге записывали из Эрмитажа. Вот, но, повторяю, это не имеет в виду, что они там были, хранились, да, еще царская семья приобрела, да, отливочку. Нет, они попали, именно, видимо, после революции в Эрмитажный склад. И дальнейшие пути, наверное, можно будет проследить, но пока еще этого не сделано. Будем искать. Значит, что касаемо бронзовой отливки, то здесь можно, наверное, сразу крест поставить. Вряд ли мы узнаем, кому она принадлежала. Отливка эта была куплена, вот эта скульптура бронзовая, в 1972 году в комиссионном художественном магазине за 250 рублей. О, как! Все, кому, от кого, в актах ничего нет. Просто оформлена покупка и все. А кто ее сдал в комиссионку, мы не знаем. Увы, ах, все. Ну, будем искать, да, возможно, что найдутся следы в личном архиве Кюферле. Кюферле доживал свои дни в Италии, там много документов сохранилось. На итальянском языке вышла книга, монография по жизни Кюферле. Так что, работа ведется. Все, спасибо, да. Какие-то значимые толстовские места Петербурга могут просветить? Что-то я так на вскидку вам и не скажу. Так что, вот прям значимые. Ну, с Москвой сюда, так он, конечно, тоже приезжал, да, но так, чтобы вот прям вот сказать, да, что такое, сейчас не скажу даже. А вот что, как раз, вот не понравилось церковь, что она вот так вот, как бы... Повторяю, фигура, во-первых, Толстого была настолько глобальной, что мимо нельзя было пройти, это раз. На других можно было бы закрыть глаза и пройти мимо. Во-вторых, Толстой действительно все это свел в систему. Это было не просто его какие-то застольные беседы. А знаете, я в Бога не верю, и Христос для меня человек. Нет. Толстой к этому подошел серьезно. И для Толстого это была действительно вся его жизнь, все его взгляды. Этим он жил до конца своей жизни. И самое принципиальное, это было как раз-таки, да, вот толстовское учение, религиозное учение, оно исходило из того, что Христос, величайший учитель, он воистину нам дал объяснение, да, нашего существования, для чего мы живем. Да, и Толстой считал, да, что Христос полноценно нам передал истину, понимание, что мы такое и что такое Бог. И вот все, что мы имеем сегодня в виде церкви, неважно, он говорил, католической или православной, да, протестантской, то, что мы имеем сегодня в виде Евангелии, это, к сожалению, искаженные вещи, да, неправильно понятые, специально искаженные, да, те, которые затемняют истинное учение Христа. А истинное учение Христа состояло в том, что мы все сыны Божьи, и Бог в каждом из нас внутри, в душе присутствует. Бог, как вот это мировое, да, разум, мировая душа, мировая любовь. И вот где-то внутри у каждого, да, в виде, может быть, совести, в виде какой-то такой духовной жизни, да, этот Бог присутствует. И мы должны слушать Его, мы должны идти во след Нему. Толстой был радикален в своих взглядах, он радикально отрицал любую церковную организацию, любые таинства, любую мистику, любое богослужение. Все это он разом отрицал. Он говорил, что любое богослужение в церкви, государство, это все насилие над людьми. Любой государственный аппарат, да, принуждение человеку, это все излишнее, да. Люди, любите друг друга. Христос сказал, ну, все же ясно, да, любите друг друга. И все, и будет вам Царство Божие здесь на земле. Отказывайтесь от этой надстройки над вами, которая давлеет, издевается, путает вас, да. И для церкви было важно, что он отрицал именно церковь как институт, да, он отрицал троицу, да, он отрицал Христа как Сына Божьего. Это все для Толстого не играл никакой роли. Да, церковь... Как Бога, кажется. Да, как Бога, да, как Сына Божьего, как Бога, да. Как Бога, да, вот. Значит, вот это самое-самое основное было. Толстой, да, вот этот его мысль, его взгляды, мировоззрение, это призыв, да, ну, да, жить по любви, да, жить, любить друг друга и отказываться от всего, что над вами, вот это давлеет весь этот сложный институт, церкви в том числе. Он отрицал, мы знаем, богослужение, да, считал, что это все магия, это все колдовство, и перерабатывая, переписывая, переводя, да, Евангелие, он, собственно, что делает в первую очередь? Убирает все чудеса, да, нет, все лишнее, все эти чудеса не нужны, ни о чем они нам не говорят. Главное, в учении Христа, это те слова, которые он пытался нам сказать, до нас донести, разбудить в нас, да, вот то, что там внутри у каждого так иначе есть. Его пивали или нет? Нет, конечно. Нет, он до конца своей жизни оставался в своих взглядах никаких... И дети были не крещеные, да? Нет, дети были крещеные, да, у него Софья Андреевна, его супруга, она придерживалась православных взглядов, и, то есть, она не была его, как бы, полноценной единомышленницей, вот, отношения были натянуты, сложные, толстой, непонятно, да это.